Семья Серчаам Город бомбят, чтобы посеять страх среди жителей Алеппо. Поевые действия в западной части города не ведутся. Горожане гибнут или получают ранения исключительно от обстрелов. Незадолго до переезда в Армению, пошел в магазин, и как только вошел внутрь, на улице взорвался снаряд. В тот день нам повезло, никто не пострадал. В феврале 2015 года, во время обстрела, я был ранен осколками разбившегося стекла. В тот день я решил навестить своих друзей, пошел к ним в магазин. В помещение попал снаряд и взорвался. Пыль стояла столбом, ничего не было видно. Меня отвезли в городскую больницу с порезами лица. У навестивших меня родных я поинтересовался, что стало с моими друзьями. Вначале заявили, что все, мол, в порядке, но потом, когда мне зашили лицо, сообщили, чтобы у моих друга погибли. Погибли также один посетитель магазина и еще двое прохожих на улице. Я переехал в Армению в 2012 году. Два года назад поехал в Аляпо за своей матерью. Чтобы сэкономить, решил туда добраться на автобусе. Я не знал, что подвергаю себе опасности. Когда въехали уже в город, исламисты остановили автобус для проверки документов. Поняв, что я армянин, меня стали избивать и вывели из автобуса. Другие пассажиры пытались заступиться за меня, но они не смогли их уговорить не трогать меня. Мне завязали глаза и связали руки. Заявили, что я кафир и что меня должны казнить. Меня отвели к шейху, сообщили, что поймали кафира. На что тот ответил, мол, чего привели, зарежьте. После этих слов у меня пересохло во рту. Завели в одну комнату, в которой на столе лежал топор, сабли и пистолет. В той комнате на полу и стенах была запекшаяся кровь, следы волос. До этого меня долго мучили. Пытали электрическим током, тушили сигаретные окурки, били розгами. Я плакал и молился об освобождении, хотя понимал, что спастись мне не удастся. В комнате мне сказали молись и спросили, как я хочу принять смерть. Топором и саблей рубили голову, а из пистолета я должен был сам себе в голову выстрелить. Я стал молиться. В уме на армянском, а вслух молитву на арабском читал. Во время молитвы я совершал те же жесты пальцами рук, что и правоверные мусульмане. Моя жестикуляция удивила палачей. Они рассказали своему шейху. Тот не поверив, пришел сам убедиться. Шейх, увидев, как я молюсь, приказал отменить казнь. Когда меня отпустили, я некоторое время находился среди них. Было опасно сразу бежать. Но бежать надо было, так как для проверки меня могли заставить казнить другого христианина, чтобы доказать принадлежность к одной с ними религии. Дойдя до правительственных войск, я стал махать своей белой майкой, чтобы не застрелили. Меня отвели в комендатуру, где я рассказал, что произошло. Но военные меня арестовали, приняв за шпиона. Отвезли в полицейский участок. После того, как представители общины подтвердили мою личность, меня освободили. Уже в полиции я узнал, что за два дня до моего случая на этой дороге исламисты казнили трех армянских парней. Жить в Аляпо было страшно. Не знаю, что будет. Мои два родственника заживо сгорели в своем магазине после попадания снаряда. С ними погиб еще один парень. Еще одному родственнику ампутировали ногу. Полтора месяца назад от попадания снаряда в крышу дома была повреждена моя квартира. Стена потрескалась. Текла были выбиты. Жили в атмосфере страха. По возвращению с работы не знаешь, застанешь семью живой или нет. У меня был магазинчик в районе Бустан-аль-Паша. Четыре года назад пошел на работу, но не смог попасть в квартал, который захватили исламисты. Все, что у меня было, осталось в магазине. Устроился работать рабочим в местной общественной организации. В месяц получал 50 тысяч сирийских лир, около 100 долларов. Работал с 6 утра и до 11 вечера. Содержать семью из семи человек было сложно. Из-за падения сирийской лиры все почти в 10 раз подорожало. Из-за отсутствия водоснабжения в городе воду покупали. Записывались в очередь и ждали по 3-4 дня, а то и неделю. Но если есть знакомые, воду привозили быстро. Тысячу литров воды обходились порядка 5 долларов. Питьевую воду ведрами приходилось нести из колодца школы Гюльбекяна или из церкви в квартале Звартноц. Мы жили в районе Нур-Гюх, который находится в непосредственной близости от контролируемой исламистами восточной части города. Когда снаряд упал на крышу дома, мы очень испугались. После этого решили во что бы то ни стало переехать в Армению, чтобы обеспечить безопасность своим детям. Жили в страхе. Наша квартира находилась на последнем этаже. Боялись, что в дом угодит снаряд. Ночью не могли спокойно спать. Дети, когда видели в интернете опубликованные фотографии погибших, говорили, что и наши фотографии однажды окажутся среди них. У моей дочери погибли друзья. Один погиб в университете, другой перед их собственным магазином. Было страшно выходить за продуктами, но детей надо было кормить. Благотворительные организации, в том числе исламские, помогали жителям с продовольствием. В Алеппо было трудно с продовольствием. Местный рынок часто бомбили, но, слава богу, голодными не оставались. С запасами еды помогала армянская церковь. Чтобы купить хлеб, иногда приходилось занимать очередь с вечера. Бывало, что хлеб так и не привозили, и домой приходилось возвращаться с пустыми руками. Были дни, когда по несколько раз ходили за хлебом, стали покупать муку и сами печь хлеб. Газ покупали в баллонах. В 6 часов утра приезжала машина с пропаном. Одна заправка обходилась порядка 6 долларов. Можно было протянуть два месяца. Были проблемы с электроэнергией, пока в районах не поставили генераторы. В последнее время стало очень страшно из дома выходить. Все время бомбили. Стекла домов были выбиты. Квартал подвергался также обстрелам снайперов. Наша квартира дважды подвергалась обстрелу и снайперских винтовок. Последний раз школу бомбили в конце октября. Мы были сильно напуганы. Очень часто из-за обстрелов занятия отменяли. В школе мало учеников осталось. Все, кто мог, уехал. Раньше у нас в классе было 35 учеников. Сейчас около 20. И это с учетом того, что из четырех армянских школ Аляпа действует лишь одна. В сентябре я увидела в сети письмо с просьбой содействовать переезду и решила тоже написать такое же, хотя не надеялась, что помогут. Написала, рассказала историю моей семьи о ранении отца, о взрывах снарядов перед домом. Спустя некоторое время мне позвонили и сообщили, что проблема с билетами до Еревана решена. При содействии общественной благотворительной организации Аляпа из Сирии в Армению переселилось около 300 человек. Еще 50 человек планируется перевезти до Нового года. На одного человека требуется 400 долларов. 300 долларов – билет на самолет из столицы Ливана, Бейрута, в Ереван. Еще 100 долларов – на дорожные расходы до Бейрута. Для переезда сирийские армяне должны получить в армянском консульстве Аляпа въездную визу. С армянской визой они имеют право пребывания на территории Ливана в течение 48 часов. В армянской общине Аляпа кавказскому узлу сообщили, что с начала вооруженного конфликта в Сирии погибли около 150 этнических армян, более 180 получили ранения. По данным Министерства диаспоры Армении, за время конфликта в Сирии более четверти 80-тысячной общины сирийских армян вынуждены были переселиться в Армению. Продолжение следует...